Сегодня мы поговорим о законе всемирного тяготения, который открыл великий английский физик Исаак Ньютон. В 1689 году Ньютон опубликовал свою знаменитую книгу «Математические начала натуральной философии». В первой части этой книги он изложил законы движения тел, которые составляют основу всей классической механики. А третья часть этого труда посвящена закону всемирного тяготения и называется она «О системе мира». В ней Ньютон утверждает, что любые два тела, размерами которых можно пренебречь по сравнению с расстоянием между ними, притягиваются друг к другу силой пропорциональной массе каждого из этих тел и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. Коэффициент пропорциональности обозначают G большое и он называется гравитационный постоянный. Ньютон математически доказал, что если эта формула верна для точечных масс, то тогда она верна и для однородных шаров. В этом случае за расстояние r между шарами надо брать расстояние между их центрами. При этом действие закона всемирного тяготения становится заметным только для тел достаточно большой массы. Вот я держу в руках лимон и грейпфрут и конечно же они притягиваются друг к другу по закону всемирного тяготения. Но сила этого притяжения совершенно ничтожна и я ее никак не ощущаю. Но если отпустить их, то они падают на стол под действием притяжения земли, потому что земля имеет огромную массу. При этом надо понимать, что лимон притягивает к себе землю ровно с такой же силой, как земля притягивает к себе лимон. Но ускорение, которое сообщается земле этой силой, крайне ничтожно и мы его никак не можем заметить. Давайте поймем сначала, почему сила притяжения двух тел пропорциональна произведению их масс. Рассмотрим для начала два тела единичной массы. Они будут притягиваться друг к другу с равными силами. Удвоим массу правого тела. Теперь каждая частица правого тела будет притягиваться левым телом и сила притяжения с этой стороны удвоится. С другой стороны левое тело будет притягиваться каждой частицы правого тела и сила притяжения тоже удвоится. А если теперь удвоить массу левого тела, то на добавленную частицу будет действовать двойная сила со стороны двух частиц правого тела. А на каждую частицу правого тела будет действовать двойная сила со стороны двух частиц левого тела. Обе массы удвоились, а сила притяжения стала в четыре раза больше. Продолжая это рассуждение в общем виде, мы получим, что сила притяжения двух тел пропорциональна произведению их масс. Но как же Ньютон установил, что сила тяготения уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния между телами? В этом ему помогла аналогия между распространением света и тяготением, которую высказал Роберт Гук. Гук рассуждал так. Пусть у нас имеется источник света в центре сферы некоторого радиуса. Если радиус сферы увеличить в два раза, то площадь сферы увеличится в четыре раза. И освещенность этой сферы тоже уменьшится в четыре раза. Точно так же будет уменьшаться и сила тяготения. Но конечно же это всего лишь аналогия. А в качестве доказательства Ньютон опирался на законы Кеплера, которые описывают движения планет вокруг Солнца и спутников вокруг планет. И самое красивое его рассуждение связывает падение тел на Землю и движение Луны по орбите вокруг Земли. Еще древнегреческие астрономы знали, что радиус лунной орбиты в 60 раз больше радиуса Земли. Дальше Ньютон рассуждал так. Во-первых, мы знаем ускорение G, с которым всякое тело, поднятое над поверхностью Земли, падает на нее. А Луна в своем движении по круговой орбите тоже все время падает на Землю с центростремительным ускорением, направленным к Земле. Центростремительное ускорение находится как V квадрат, деленное на R. Радиус лунной орбиты известен, а скорость равна длине окружности, поделенной на период обращения, который тоже известен. Произведя расчеты, Ньютон узнал, что ускорение свободного падения на поверхности Земли в 3600 раз больше центростремительного ускорения Луны. Получается, что сила земного тяготения на лунной орбите в 3600 раз меньше, чем на поверхности Земли. Но 3600 это 60 в квадрате, и значит сила тяготения падает обратно пропорционально квадрату расстояния. С массами и расстоянием мы уже разобрались, и нам осталось узнать значение гравитационной постоянной G. И это совсем непростая задача. Для этого нам нужно взять два тела, как можно больше массы, и поместить их на как можно меньшее расстояние, так, чтобы сила взаимодействия между ними была как можно больше, и все-таки каким-нибудь способом измерить эту силу. И такой эксперимент был поставлен английским ученым Генри Кавендишем в самом конце XVIII века. Основу установки Кавендиша составляли крутильные весы, подвешенные на тонкой медной нити коромысла с двумя свинцовыми шарами. Масса каждого из шаров была чуть меньше одного килограмма. Дальше на эту установку удобно смотреть сверху, так что надо представить себе, что нить весов направлена перпендикулярно плоскости рисунка. К коромыслу с двух сторон подводятся большие свинцовые шары, массой 160 килограммов каждый. Малые шары притягиваются к большим, и коромысло поворачивается на некоторый угол. Зная этот угол и крутильную жесткость нити, Кавендиш рассчитал силу притяжения шаров. Эта сила оказалась в 50 миллионов раз меньше веса малых шаров. Чтобы найти гравитационную постоянную, надо эту силу умножить на квадрат расстояния между центрами шаров и поделить на произведение их масс. Кавендиш получил свой результат с очень высокой точностью. Он всего на 3% отличался от современного значения 6,67 на 10-11 ньютонов на метр квадратный, деленный на килограмм в квадрате. Надо заметить, что сам Кавендиш проводил свой эксперимент, чтобы измерить массу Земли. Как же он при этом рассуждал? На тело действует сила тяжести, которая равна mg, где g – это ускорение свободного падения. А с другой стороны, силу тяжести можно записать через закон всемирного тяготения. Масса падающего тела сокращается, и отсюда легко выразить массу Земли через ускорение свободного падения, радиус Земли и уже найденную гравитационную постоянную. А теперь наш традиционный заключительный вопрос. Уже в 19 веке астрономы смогли измерить не только массу Земли, но и массу Солнца, массу Юпитера и некоторых других планет Солнечной системы. А вот массу Луны, которая гораздо ближе к нам, чем Солнце, астрономы с хорошей точностью измерили только в 60-е годы 20 века. Объясните, пожалуйста, почему так произошло? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok